Мы обычно по Евангелию говорим, а сегодня по апостолскому посланию, скажем. Сегодня мы слышали, как апостолы Павел и Варналова, они жили в Антихии, учили и благословали, и по некоторых днях сказал Павел Варналов, значит, «Возвратившись, подобает посетить братью нашу во всех градах, в которых проповедовали Слово Господне, как они там живут». То есть апостол говорит, что мы там благослововали, прошли с проповедью, крестили людей, утвердили церкви новые, и вот нужно снова пройти и посмотреть, какое состояние веры у людей, как они живут. Вообще слово «блюститель», «блюститель веры» переводится с греческого как «епископ». «Блюститель» — это по-русски «блюститель». Так вот, они хотели как раз посмотреть, соблюдают ли братья предписания любви друг друга и другие заповеди Божьи. А Варналов, апостол, захотел с собой взять Иоанна, нарицаемого Марком, которого называют Евангелистом, который написал Евангелие от Марка. Павел же говорил, что отступившего от нас в Памфилии, то есть, по-видимому, задержавшись где-то апостол Марк в Памфилии, и не шедшего с нами на дело, не паятись его с собой. То есть, не брать, что не стоит его брать с собой, Марка, который остался где-то в Памфиле. И вот что-то удивительное происходит. Апостолы любви и вдруг «бысть ума распря». Между ними случилась распря. Они как-то что, поссорились? И вот вопрос, что же это за распря? Варнава взял Марка и поплыв в Кипр. Павел же избрал силу в себя в помощники апостола. Изыкий предан благодати Божией от братьев, прохождавших в Сирию, и такие утверждают церкви. Вот поразительная вещь. Произошла распря. Совершенно очевидно, что у любых людей, даже самых любвеобильных, самых святых, могут быть разногласия. Один считает, с бытовой точки зрения, может быть даже, не с духовной, что нужно там вилку класть слева, а нож справа. А другой говорит, нет, надо нож справа, а вилку слева. И вот обычных людей распря заканчиваются всякими анафемами, всякими проклятиями, плохими словами, раздражением, обидами вечными, которые никогда не заканчиваются. А даже если и ты улыбаешься, а потом все равно будешь все время вспоминать, как ты так посмел поступить. Распри обычных людей вызывает множество негативных эмоций, которые переходят в депрессии, какие-то уныния, печали и все прочее ужасное, что может произойти от распря. У апостолов же мы этого ничего абсолютно не видим. У них произошла распря, но они не обиделись, не разозлились, не поругались, не повзывали друг друга, никак друг другу не причинили никакого зла. А не просто, раз у нас нет взаимопонимания в таком вопросе, мы просто спокойно расходимся. Один идет в одну сторону, другой идет в другую сторону. Вот такой маленький, казалось бы, эпизод, но очень поучительный, что распря или расхождение возгляда совершенно не является поводом для того, чтобы друг друга осуждать, ненавидеть, обижать, обзывать. Эта распря всего лишь может стать свидетелем того, какая наша любовь может быть независима от никаких разногласий. Вот всем желаем такой любви, чтобы в распрях, в каких-то недопониманиях, особенно какие самые у нас большие расприи, знаете, не в том, чтобы там какое-то серьезное дело, а в самых мелочах, в самых бытовых таких совершенно ненужных вопросах. Где там положить, я не знаю, книжку, где полочку поставить, где тумбочку, чтобы стояло, какой канал включить по телевизору. Но самое такое, знаете, и бывает из-за этого доходит до того, что люди не просто ссорятся, а убивают друг друга, разводятся. Вот знаю такой случай, когда муж пришел, молодожены, в туалете надо здесь полотенца повесить. А жена говорит, в этом доме, который построил мой отец, ты, мол, не будешь вешать там полотенце, где ты хочешь. Все, люди развелись, развелись из-за этого полотенца. Вот что такое расприя, казалось бы. Это полная ерунда, с одной стороны. А с другой стороны, люди из-за этой ерунды, они пытаются самоутвердиться, доказать свою значимость, доказать, так сказать, победить в своей гордости. И зло побеждает в таких семьях, в таких людях. Но у христиан так не должно быть. У нас должна всегда побеждать любовь. И в любой ситуации, в которой возникает иногда понимание, мы всегда себе должны задавать такой классический вопрос. Я хочу быть правым, хочу добиться справедливости или хочу быть счастливым. Вот, всем желаем счастья. Аминь. Спасибо, Господи.